Это было крупнейшее предприятие блокированного города. В отдельные дни на смену выходило до 20 тысяч человек. Фантастическая мобилизация людских ресурсов, уникальные технологии, гениальные инженерные решения. Ленинградцы называли ладожскую коммуникацию дорогой жизни. Официально это военно-автомобильная дорога номер 101. Мама Светланы Сургановой провела в блокадном Ленинграде все 900 дней. На предложение стать голосом фильма «Дорогу 101» телекомпании «Мир» Светлана согласилась, не раздумывая. Я считаю, что его должны, просто обязаны посмотреть все, не буду мелочиться, все жители планеты Земля. Особенно те, которые думают, что Ленинград нужно было сдать немцам. Те, которые думают, что Россия и тогда Советский Союз сотрудничали с Германией, были заодно с Гитлером. 25 июля 1941 года начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженных сил Германии Вильгельм Кейтель заявил, Ленинград необходимо быстро отрезать и взять измором. 8 сентября кольцо блокады сомкнулось. На севере осаду удерживали союзники Гитлера, финны. Маршал Маннергейм рассчитывал получить Кольский полуостров и Карелию. Границу союзники планировали провести по Неве. Только по Ладоге в осажденный Ленинград можно было доставлять продовольствие и боеприпасы, эвакуировать мирное население. Ладожская коммуникация была уникальным инженерным проектом. Ледовая автомобильная трасса, свайная железная дорога, прокладка трубопровода по дну озера. Ничего подобного в мире никто не делал. На Ладоге работали лучшие инженеры, чей ум был помножен на отвагу, удачу и порой авантюризм. Фильм телекомпании «Мир» про дорогу 101 и людей, которые помогли Ленинграду выстоять. Больные, вялые, безразличные, обнаруживают резкие нарушения памяти и мышления. Иногда обнаруживают глубокие расстройства сознания. Эту пленку мы нашли в одном из медицинских вузов Петербурга. Фильм называется «Алиментарные дистрофии». Предназначался для врачей. Позже алиментарную дистрофию стали называть ленинградской болезнью. В осажденном заснеженном городе от холода и голода умирали десятки тысяч человек. Режиссер Мария Смелкова на некоторые кадры смотреть не могла, она отворачивалась от экрана. Приходилось в буквальном смысле слова отбирать те кадры, которые можно показать. Многие исторические фотографии тоже впервые используются в документальном кино. Их пришлось разыскивать в архивах, оцифровывать, с пленки и даже со стеклянных пластин. Камера, мотор, звук? 0646. Работаем. Один из героев «Дороги 101» Симон Гельберг. Когда началась война, ему было 29 лет. Всю блокаду он работал на Ладоге, отвечал за перевозку грузов и войск. Его дневники в фильме читает актер Петр Куртов. Ему тоже 29. Оказывается, есть еще смельчаки, которые пешком меряют расстояние от берега до берега. В большинстве это отчаявшийся народ, который уже почти не соображает, что делает. Сегодня я видел этих людей. Уже на пятом километре они не были в состоянии двигаться. Впереди еще долгие, изнуряющие 25 километров, которые, видимо, стоили бы им жизни, если бы мы не усадили их на покупные машины. После войны Симон Гельберг переехал с семьей в Ригу, стал художником. Наша съемочная группа разыскала его сына, Давида Штрубина. Он родился в эвакуации в декабре 1941-го. Гельберг об этом узнал только через несколько месяцев, когда наладили почту. Ответь на вопрос. Какие у него волосы? Приотпишли мне письме. Есть ли у него зубки? Умеет ли он говорить? Сейчас Давид Семенович хранит архив отца. Награды, картины, письма. К работе над фильмом съемочная группа привлекла современных ученых. Мы попросили их оценить уровень смелости инженерных решений коллег военных лет. Каждый метр электрического кабеля весил более 50 килограмм. Это был кабель трехжильный, три жилы медные были. И в специальной еще было изолирующей оболочке. Ввиду отсутствия изоляционных материалов, масляно-бумажная изоляция. И в качестве бумаги использовалась бумага для денежных знаков с монетного двора. Одним из экспертов стал профессор горного университета Владимир Тружко. Его мама всю первую блокадную зиму в Ленинграде работала на столепрокатном заводе. Вначале они еще ездили домой, а потом уже, когда ослабли, они даже жили прямо в цеху. Там были установлены кровати, потому что там было тепло. И они практически круглосуточно были на заводе. Этот рассказ – один из многих личных в Дороге 101. Учителя и ученые, актеры и музыканты поделились памятью о близких, переживших блокаду в городе или эвакуированных из Ленинграда по Дороге жизни. Максим Висачук, Роман Ткаченко, Мария Смелкова, Андрей Зарва. Программа «Вместе» Петербург, Ленинградская область. Документальный фильм «Дорога 101» смотрите в понедельник на телеканале «Мир» в 11.50. Продолжение следует... Продолжение следует...